Друзья мои, всем привет! Закончился очередной ремонт в новой стройке, ремонт ванной комнаты под ключ. Поэтому сегодня видео будет про это. Поехали! И как обычно, с чего начинается ремонт? Это, конечно, с проекта. Проект создавался прямо в магазине. Проект, я называю в данном случае, это раскладка плитки по рисунку. Так как проект ванной комнаты я делал сам, то есть все моменты, все нюансы я рассчитывал сам. На этом объекте я, естественно, не мог исключить такие моменты, как всякие изюминки, которые будут сделаны только для этого проекта. Потому что повторить такой проект, повторить такие идеи можно будет не всегда, не везде и не всем. Ну, о них, обо всех, поподробней дальше в этом видео. Поехали! Наш санузел, где нам предстоит делать ремонт. Так, здесь у нас, в общем, стены из позагребневых плит. Здесь у нас, как я понимаю, венобетон отштукатуренный. Здесь у нас монолитная балка. И вон там тоже она продолжается. Так, здесь у нас стена позагребень. За ней у нас вентиляционная шахта. Сейчас я попытаюсь открыть лючок, вот эту решетку, и посмотреть, какое расстояние там от этой стены до вентиляционной шахты. Чтобы, если есть возможность, использовать данный вид пустоты на увеличение пространства в данном санузле. Ну, оно, в принципе, и так достаточно большое, но все равно заказчики пожелали расширить его еще хотя бы сантиметров на 10. Так, также вот эту вот нишу из кипсокартона тоже нужно будет разобрать, чтобы добраться до этих коммуникаций, до щетчиков. Переделать их надо будет. Так же там канализационную разводку и разводку холодной горячей воды тоже нужно будет переделать. Так, это у нас санузел. Вот так вот он выглядит. Так, так, так. И вон там у нас вентиляционная решетка в ванну. А вот это у нас вентиляционная решетка в туалет. Обратите внимание, вентиляционная решетка в ванну, вентиляционная решетка в туалет. Получается, что из ванной воздух попадает сначала в туалет, а потом уже идет вентиляция. И получается вот этот вот промежуток задействован у нас еще и туалет. А здесь у нас ванная комната. Размер ванной комнаты 183, так, и где-то 150, так. Ванна у нас будет находиться здесь, здесь будут полочки, здесь полотенчик, мы его перенесем на эту сторону. Чтобы убрать эту трубу, эту трубу я пущу в коробе, там по полу, там по потолку. И здесь пущутся, в общем, трубы на полотенцесушитель, который будет у нас лесенкой. Лесенку мы уже купили практически, весь материал, который мы купили, который нам нужен для ремонта, у нас здесь клей, ванна. Так, здесь вот у нас, у нас Сенсея горшок, здесь у нас, так, более арестон на 50 литров. Так, полотенцесушитель. Здесь у нас экран на ванну и инсталляция ГРОЯ. Так, это вот, а ну там, в общем, у нас еще смесители, комплектующие. Так, штукатурка. Так, экран, экран, каркас. Ванна, ванна у нас. Так, как она называется-то вообще, ванная? Короче, ванна вот такая, 170 на 70. Патио. Или Адеон. Не знаю, какой-то из этих двух вариантов. В принципе, думаю, что это не важно. Так, в общем, Сенсея горшок у нас скрытого монтажа. Ни одного отверстия снаружи не будет. Вот, как выглядит на коробке, так он, в общем, будет выглядеть у нас и на стене. Так, естественно, более арестон. 50 литров бак, нержавейка. Мокрый тен. Вот такая вот лесенка с полочкой сверху. Так, инсталляция ГРОЯ СОЛИДО. Я уже, в общем, делал обзор по тому, как устанавливать инсталляцию ГРОЯ. Так что, думаю, об этом я уже делать видео не буду, по крайней мере, пока. Итак, какие планы у нас по ремонту? Ванна, как я сказал, будет находиться здесь. Здесь будет у нас раковина, здесь у нас ничего не будет. Так, ванна, смеситель. Смеситель будет переделан под тропический душ. То есть, лепешка будет на потолке. Ну, здесь будет раковина. Пока не знаю, либо навесная, либо напольная. Но будет размер ее где-то 80 сантиметров. Ну, практически впритык будет к этой ванной. Так, стены по загребень. Еще раз повторяюсь. Ну, вот такие, в общем, какие-то небольшие планы на... Кстати, проем здесь очень широкий. Его тоже нужно будет немножко заузить. Ну, потому что для чего ванна такая большая дверь? Это где-то у нас 88 сантиметров, наверное. Ну, и получается, в проход она будет так открываться. И тоже будет не очень удобно. И в туалете тоже, кстати. Здесь нужно будет тоже сделать такие вот небольшие доборы для того, чтобы потом обналичка можно было спокойно сделать, когда дверь установится. То есть, для обналички нужно будет сделать такие вот выступы. И, соответственно, тоже нужно будет немножко заузить проем. Здесь у нас инсталляция. Тут за стенкой у нас будет бойлер. Здесь будет гигиенический душ. Ну, вот такие пока планы на будущее. Ну, естественно, освещение, принудительная вентиляция, люк скрытого монтажа. Сейчас техника будет за стенкой. Ну, еще, может, по ходу работы что-нибудь придумается. Но пока на этом все. Итак, друзья, давайте начнем обзор нашей ванной комнаты. Быстенько проведем его по-простому, без всяких там заморочек. Раковина. Раковина у нас размером 75 сантиметров. Белая, навесная. Висит она на стене. Раковина имеет две такие выдвижные полки. Так, две выдвижные полки для хранения всевозможных мелочей. Смеситель. Смеситель фирмы. Не могу сказать, потому что на нем название я, по крайней мере, не вижу. Ну, у нее, естественно, было название, но оно где-то на коробке. Так, функционирует смеситель. Вода есть. Все хорошо. Далее. Далее у нас идет смеситель фирмы LEMARC. LEMARC, который я переделал под работу с тропическим душем. Как всегда, для осуществления данного проекта нам нужен был дивертер, переходники всевозможные для того, чтобы подключить дополнительную лейку и тропический душ. Это у нас термостатический смеситель, который в открывании в одном положении дает воду на носик, а в другом положении дает воду на лейку. Ну, такой вот, в общем, термостатический смеситель, в принципе, даже очень хороший. И как раз потом вписался в нашу ванну. Так, значит, на ванну я установил полуавтоматический сифон, который можно закрыть, наступив на этот клапан и открыть, повернув ручку. Это довольно-таки несложно. Зато нету цепочки, которая висит на ванной, со временем, которая вроде начинает ржаветь, если материал был некачественным, ну, или портит просто внешний вид вот этой своей цепочкой на ванной. Так, далее. Топический душ я установил прямо по центру ванны, для того, чтобы можно было спокойно принимать душ и не переживать за то, что вода уйдет куда-то в сторону. С этого края у нас вентиляция, принудительная вентиляция. Там стоит канальный вентилятор, который сразу высасывает всю воздух, всю влагу, которая образуется при принятии душа. Потому что пар, он, естественно, будет конденсироваться на потолке. Для этого у нас там и установлен канальный вентилятор, для того, чтобы высасывать быстренько все это из комнаты. Здесь у нас ниша. Ниша у нас появилась не случайно. Она нужна была для того, чтобы компенсировать это расстояние, зазор, так как размер ванной комнаты у нас 184 сантиметра был, а сама ванна у нас 170. И вот эти вот, в общем, сантиметры нам нужно было куда-то деть. И я предложил заказчикам сделать вот такую вот нишу. Далее в будущем здесь будут установлены стеклянные полочки, подсветка для того, чтобы осветить эту зону, чтобы не было там темных пятен. Ну и, в принципе, для хранения шампуня и всяких всевозможных там химий тоже очень даже ничего. Ну, если даже там ничего не будет, все равно ниша будет смотреться даже эффектно. С этой стороны у нас установлен полотенцесушитель. Про него у меня отдельное видео есть, как я это делал, как я переносил у нас стояк. Стояк у нас находился вот в этом месте. Вот в этом месте у нас был стояк горячей воды. Но я его перенес сюда вот в короб. Для чего я это сделал? Для того, чтобы просто спрятать трубу, которая была вот у нас здесь. И теперь она находится у нас здесь. Тем самым тут еще обеспечивается дополнительный обогрев комнаты за счет того, что здесь проходит труба. Ну, такая небольшая своеобразная подогревалка. И вот эта вот подогревалка дает нам возможность дополнительно обогреть комнату. Так, вот в общем я сделал такую колонну, куда снестись, я вам уже говорил, спрятал трубу. И теперь у нас никакая труба, которая была лишней в нашей ванной комнате, ее просто нет. Полотенцесушитель у нас лесенка, размер 50 на 80. Все трубы у нас спрятаны в стене. Проходят они вот как раз вот в этом вот промежутке, то есть за полотенцесушителем. Дополнительно для подогрева комнаты у нас установлен электрический теплый пол. Он у нас уже включен, он у нас функционирует. Но в принципе он нам не нужен, мы можем его отключить при необходимости. Теплый пол у нас есть там, только где мы выходим. Это вот в этой зоне. Вот в этой зоне. Под ванной его нету. Под ракуны его тоже нету. Кстати, под ванной установили такой вот раздвижной экран. Для того, чтобы можно было под ванну складывать тазики, тряпки, ведра, швабры. Ну все, что необходимо для того, чтобы держать дома в чистоте. Ну или что-нибудь спрятать под ванной. То, что не нужно видеть никому. Ну там типа стиральные порошки. Так, вот такое еще пространство под раковиной есть. Для того, чтобы можно было тоже туда что-нибудь спихнуть на время. Ну или просто для удобства протирать пол под раковиной. И никакие ножки там нам не мешали. Далее зеркало. Зеркало, размер зеркала 50 на 80. Она с подсветкой. Нажимая на кнопку, мы включаем дополнительную подсветку в ванной комнате. Рядышком с зеркалом расположены розетки. Розетки. Сюда мы можем подключить фен. Утюг для волос. Зубную щетку. Ну все, что работать может от сети. Но, помимо этого всего, у нас есть за зеркалом один небольшой сюрприз. Кто смотрит мои видео, тот знает. То, что при нажатии на угол зеркала мы можем открыть такой вот ящик. Про этот ящик один я делал видео. Так что, кто вам интересно, может посмотреть на моем канале. Ссылку я оставлю в описании. Также здесь вот есть также дополнительно две розетки, чтобы можно было, допустим, подключить туда какое-нибудь зарядное устройство, которое требует подзарядки. И мы просто спрятали его в этом шкафчике, заряжаем. И никакой прибор или тыщ у нас не будет уваляться на раковине. Согласитесь, это неудобно, неприятно, когда вот у вас зубная щетка, либо бритва тут заряжается на раковине. А вы тут моетесь, а оно тут заряжается. Лучше пусть это все будет просвалить здесь вот, в шкафчике, в нише. И никому она не будет мешать. Три такие полочки побольше и три полочки поменьше. Ну, для частого использования, для редкого использования. Я так их разделил, я так их назвал. Ну, в принципе, все нормально. Закрывается ящик так же. Чик. Щелкнули, все закрыло. Вот такой, в общем, классный, прикольный ящик и зеркало. Отключили. Так, далее на потолке у нас здесь белый глянец. Белый глянец у нас подбирался так же под стиль комнаты. То есть глянцевая плитка, пусть будет и глянцевый потолок. На потолке четыре точных светильника и один светильник в нише. В нише, как я уже говорил, для освещения темной зоны. Так, а вот у нас сам проект, который мы нарисовали в магазине с самими заказчиками. То есть при выборе плитки нам нарисовали такой проект. По этому проекту я уже сделал реализацию. Так, плитка названия точно я не помню, поэтому я напишу об этом в описании. Так, что вы можете посмотреть, как эта плитка называется. А сейчас я вам просто хочу ее продемонстрировать, как она выглядит великолепно. Вот такая вот красивая плитка. Плиточка. Очень гармонично смотрится на фоне нашей ванны. Очень красиво. Кстати, вот такая вот диагональная укладка плитки. Тоже смотрится эффектно. К сожалению, ее очень мало, но все равно смотрится идеально. Так, ну ладно, с ванной у нас вроде все. Все понятно, все доступно, объяснил. Кстати, вот эти вот две хромированные вставочки специально использовали для того, чтобы сделать небольшой переход между двумя видами плитки. Ну, смотрится тоже эффектно. Создает дополнительное ощущение зонирования в нашей комнате. Хорошо? Хорошо. Пойдемте в туалет. Итак, туалет у нас выполнен тоже в этом же стиле, тоже и самой плиткой. Только здесь у нас на полу уже не диагональная раскладка плитки, а вот такая вот прямая центровка по центру комнаты и такие вот небольшие куски по краям. Почему так пришлось сделать? Потому что плитки было впритык, и иная раскладка просто здесь была невозможна. Расход был очень большой, поэтому пришлось вот так вот сыграть, обыграть. Так, далее у нас здесь вот ребристая плитка. Так вот на всей стене по краям две темненькие плиточки, и уже дальше пошла светленькая плиточка. На потолке у нас также белый глянец, вентиляция, принудительный вентилятор, два точечных светильника и потолок белый глянец. Здесь люк, за люком у нас спрятан бойлер на 50 литров, арестон, установлены щетчики, краны, обратные клапана и сама инсталляция фирмы ГРОЯ. Так, ну, в общем, про бойлер я зацикливаться не буду, потому что практически всегда одно и то же. Бойлер у нас только меняется, а подключение все остается одинаковым. Далее, обратите внимание, у нас здесь есть гигиенический душ, тоже термостатический смеситель, также фирма Лемар, как и ванной. Йоршек расположен аккуратно возле унитаза, для того, чтобы можно было удобно просто почистить унитаз при необходимости, и также сполоснуть его гигиеническим душем. Для чего нужен гигиенический душ, я сделал отдельное видео, так что, если есть желание, можете посмотреть. Он, можно его использовать не только для гигиены, но и просто для мытья унитаза. Очень удобно, и всем рекомендую, у кого есть такая возможность сделать. В принципе, есть возможность, наверное, у всех, просто у кого-то нет желания. Ну что ж, вроде все по-простому, так сказать, обзор завершен. Здесь у нас есть такой вот один угол, который также пришлось обойти. Кстати, подрезку я делал под 45 градусов, как в туалете, так и в ванной, для того, чтобы не устанавливать никакие дополнительные уголки. Это, конечно, геморально, то есть это затратно, но все равно смотрится более эффектно. Так, ну вот такой вот уголочек. И здесь еще дополнительно я сделал два аппендикса таких вот, небольших по 4 сантиметра, для того, чтобы во время установки двери у нас наличник был аккуратный, ровный и не подрезался. Потому что если делать без таких вот аппендиксов, мастер может просто одной стороны прижать дверь и наличник подпилить практически до нуля. Я так не хочу, поэтому сделал такие вот аппендициты и сделал тем самым заужение комнаты как раз, да, заужение проема как раз под дверь. Хуже можно ставить без заморочек. Раз закрепил, запенил, все готово. Так, ну что ж, ладно, все. На этом, я считаю, обзор можно завершить. Все у нас красиво, аккуратно. Люк я делал. Так, сейчас я закрою его, постараюсь, по крайней мере. Так, вот так вот. Вот люк в закрытом положении, его практически не видно. Это у нас называется люк-невидимка. Шу я прошел силиконом. Так же смотрится все красиво. Ну что ж, а, кстати, унитаз про него тоже я делал отдельное видео небольшое. Также можете посмотреть его на канале Перестройка 116. Ну что ж, друзья, на этом, я считаю, обзор туалета ванны можно считать законченным, потому что я вам показал все, что хотел показать. Как это все работает, как это все функционирует, почему была выполнена именно такая раскладка. Показал всю раскладку, какая здесь есть. Ну, в общем, рассказал то, что хотел бы сказать. Теперь, дело за вами. Ставим пальчик вверх, пишем в комментариях, как вам такой ремонт, и как вам такие изюминки, которые я использовал на данном объекте. На этом у меня все. С вами был, как всегда, Ленар, Перестройка 116. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok